В состав общественной палаты Краснодарского края серьезно обновился. 60% ее членов впервые приступают к своим обязанностям. Среди новичков представители волонтерских и благотворительных организаций, спортсмены, врачи, бизнесмены. Те, кто не понаслышке, знают о проблемах на местах. На встречу с губернатором они пришли с конкретными инициативами. В частности, о поддержке молодых ученых и помощи обманутым дольщикам. Вениамин Кондратьев подчеркнул особую роль общественной палаты. Сегодня должна быть более плотная такая смычка между народом и властью, депутатским корпусом. Тогда мы будем понимать и проблемы, которые реально сегодня в народе существуют. Точнее проблемы с фискальными органами. Не в ручном порядке сегодня гасить проблематику, а как сделать так, чтобы заработала система. И мы на самом деле четко понимали, что происходит в нашем гражданском обществе. Консолидируется ли оно? Созидает ли оно? Должен быть общий механизм, который мы, друзья, должны создать, который будет нам позволять чувствовать эту проблематику. Важно, коллеги, чтобы общественная палата обеспечила прямой путь от людей, от проблем простых, жителей края, до самой высокой власти в нашем крае. И вот от того, насколько вы сможете поддержать, организовать этот общественный диалог, и зависит стабильность в нашем крае, и экономическая, и социальная, и, конечно, политическая. По мнению председателя региональной общественной палаты Любови Поповой, в первую очередь необходимо усилить роль муниципальных отделений, освободить их от отдавления местных властей, чтобы они смогли эффективнее сообщать о существующих проблемах в городах и районах Кубани. В состав этих общественных советов входят иногда муниципальные служащие, а в ряде районов сам глава возглавляет этот совет. Ну, то есть, получается, что общественные советы муниципалитета контролирует глава сам себя. В этом есть противоречие. Еще одна из важнейших задач общественной палаты – помогать молодым специалистам выдвигаться на гранты. На встрече зашла речь о сохранении материальной поддержки на фундаментальные исследования начинающих ученых. Дело в том, что сейчас это считается нецелевым расходованием краевых бюджетных денег. При этом по закону без регионального софинансирования уже Российский фонд фундаментальных исследований не может выделить грант. Вениамин Кондратьев пообещал найти выход из ситуации. Ваши поручения в части 28 миллионов выделили на научные исследования, на гранты РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований. Они сейчас свернуты. Да, действительно, такая проблема есть. Но здесь у нас не только вопрос по грантам по РФФИ. У нас в целом мы с Анной Алексеевной проводили совещание по перезагрузке взаимоотношений, координации работы в крае с наукой. То, что молодые ученые должны гранты получить, это однозначно. Поэтому давайте вопрос по молодым ученым, по грантам. Я считаю, он закрыт. Коллеги, он закрыт. 28 миллионов – это не те деньги. Если мы не найдем... Я даже не хочу рассматривать еще раз, тема должна быть закрыта. Тесное сотрудничество между общественной палатой и чиновниками всех уровней необходимо налаживать и в вопросах обманутых дольщиков, акцентировал внимание Вениамин Кондратьев. Общественники часто встречаются и помогают людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Я не удовлетворен сегодня работой и мэров, и своих коллег в отношении тех, кто сегодня пострадал от горя застройщиков. Люди отдали свои деньги. И ни деньги не могут получить, ни квартиры. А тот, кто должен выполнить свои обязательства перед дольщиками, спокойно разгуливает на свободе, еще и пытается врать и хихикать. И над дольщиками, и над властью. Вот такая работа, она мне не нужна. Я постараюсь на этой неделе встретиться с представителями лично уже обманутых дольщиков еще раз. И понять, где пробуксовка. Для более эффективной деятельности региональной палаты губернатор также предложил общественникам активнее привлекать некоммерческие организации к работам с социальной значимости. Зачастую именно у них получается делать это лучше. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.